Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня у нас финальный скринкаст по DaVinci. Жалко, я бы по нему еще с десяток бы сделал. Ну и по фьюжен еще штучек 5. Ну ладно, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Ссылка на плейлист со всеми пятью уроками в описании. Сегодня о закладке Fairlight, то есть о работе со звуком и закладке Deliver, то есть рендеринг. Выгрузка финального ролика. Вообще со звуком можно работать и в закладке монтажа. Все необходимое тут есть, но Fairlight просто удобнее. Если у вас тут куча видео и аудио дороже, как клип вы уже смонтировали, зачем вам отвлекаться на видео? Обычно звук ровняют в самом конце. Сюда же можно накидать дополнительных треков. Давайте, например, кинем музыку и каких-нибудь дополнительных звуков. Вот, например, звук аварии и чего-нибудь еще. Ну какие-то гонки. Неважно. Еще раз повторяю, треков может быть очень много. Все зависит от потребностей. Итак, что у нас тут есть? Есть микшер. Работа со звуком по дорожкам. Есть Matters. Это верхнее окно, оно почти всегда открыто. И инспектор. Основные настройки. Уровень звука и эквалайзер. Давайте отключим пока все пересекающиеся дорожки и посмотрим, как работает эквалайзер. Вот это низ. Низкие частоты. Все, что бухает. Соответственно, вы можете поднять низ и бухать будет больше. Это середина. И верх. Высокие частоты. Все, что звенит. Поиграйтесь с эквалайзером, сами поймете, как это влияет на звук. А это volume. Громкость. Тише, громче. Тоже предельно понятно. И здесь же можно ставить ключевые точки. А на треке уже регулировать уровень по точкам. При таком раскладе звук в этом месте будет сначала постепенно снижаться, а потом нарастать. Ну, то есть такая яма звуковая. А это микшер. Здесь показан уровень звука на всех задействованных дорожках. И здесь же его можно регулировать. Например, вот так можно сделать дорожку с музыкой потише. Так, что еще? У нас там в ролике едет машина, а на стыке кадров звук все время меняется, потому что кадры все разные. В таком случае можно взять, например, звук из одного трека и растянуть его на весь клип. По логике там показано непрерывное действие, снятое в несколько кадров. И звук должен быть однородным. А эти дорожки можно отключить. В теоретически предоточном отношении нужно бы еще ключевыми точками опускать звук на кадрах в машине. Внутри машины звук дороги становится тише. Но мы сейчас этого делать не будем в целях экономии времени. А перейдем в закладку Deliver. Выгрузка. Тут мы получаем из наших беспорядочных кусков готовый ролик с учетом всего, что мы в этих кусках понакрутили. Исходники при этом не меняются. Все исходные треки, вся ваша съемка остается без изменений. Все, что мы крутим в DaVinci, это виртуальные изменения. И до оцифровки они никак не представлены физически. И вот только сейчас они могут получить физическую сущность. А для этого вам нужно выделить, что именно вы будете цифровать. Все, что находится за границами этой шкалы, цифроваться не будет. Можно либо двигать шкалу, либо поставить на границе клипа и, нажав правую кнопку мыши, выбрать Markout. Ну или, соответственно, Mark in на начале. И когда мы выбрали, что цифровать, нужно сказать программе, как цифровать. Тут есть предустановленные настройки для YouTube, Vimeo и так далее. Есть даже XML. Это если вы делаете, то только цветокор, а финальный монтаж уже в премьере. Ну а мы посмотрим, что тут есть вообще. Ну, во-первых, вы можете выгнать все единым клипом или последовательностью кусков, как на монтажном столе. Это тоже для последующей работы в других программах, поэтому вам почти всегда нужен единый клип. Далее формат или контейнер. Основные тут QuickTime, то есть Move, MP4, ну иногда AV. В принципе, все лучше делать в MP4. Кодек Х264. Вообще, даже выбирая QuickTime, вы можете цифровать все кодеком Х264. То есть тут нужно или объяснять про взаимодействие контейнеров и кодеков или не обращать на это внимание и просто цифровать все в MP4. Единственное, тут еще есть кодек DNX HD. Это уже более профессиональный кодек, но и видео гораздо больше по размеру. При этом, если вы снимали пережатое видео, а все камеры, кроме дорогих профессиональных, снимают пережатое видео, цифровать его в DNX HD не имеет смысла. Информация о цвете уже потеряна на самом первом этапе, на этапе съемки. В общем, не важно. Если вы понимаете, о чем я сейчас говорю, то и рассказывать вам нечего. А если не понимаете, то просто выбирайте MP4, кодек Х264. Это фреймрейт, частота кадров. Это разрешение. Оно должно соответствовать настройкам проекта, ну или разрешению исходного видео. В расширенной настройке лучше, наверное, не заглядывать. Далее аудио. Вот эта галочка говорит о том, будет ли цифроваться звук вообще. А вот это важная штука. Тут надо выбрать main1, иначе он будет выгонять звук только с одной дорожки. А main1 это все дорожки со всеми настройками. И все. Осталось как-то назвать файл, указать, куда его цифровать, и нажать Add Render Queue. А тут, соответственно, нажать Start Render. Ну вот, на этом мы заканчиваем знакомство с DaVinci. Надеюсь, эти пять скринкастов будут вам полезны. Все, любите друг друга, снимайте, монтируйте, да и просто радуйтесь жизни, пока есть такая возможность. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.